Диалоги о рыбалке Кто кого, сколько на самом деле весит 5-килограммовый жерех За что метровая щука сыграла в долгий ящик Июнь месяц в Астраханской области для абсолютного большинства рыболов Прочно связан с двумя понятиями Большая вода, то бишь половодие, и мошка Маленькая назойливая дрянь, цинично беспощадная ко всему теплокровному Да к тому же крайне многочисленная И то, и другое отпугивает рыбаков И они откладывают свои поездки до лучших времен А вот коровам, мясомолочным друзьям человека, деваться некуда И они просто вынуждены вести себя сообразно обстоятельствам На некоторое время превращаясь в водоплавающих Можно ли считать погруженные в воду животные объекты Приравненными к рыбам и разрешить их отлов Вопрос к археологам А рыбакам, в случае положительного ответа, надо подбирать соответствующие снасти и наживки А в случае ответа отрицательного, с максимально возможной скоростью Проскочить эти бесперспективные с рыболовной точки зрения места Но если взглянуть на все происходящее в июне с высоты птичьего полета Что мало кому удается, кроме самих птиц Ситуация выглядит несколько иначе Чем ее рисует генетически склонная к преувеличению сознания рыболов Нет, к половодию это не относится Вода как была большой, так большой и осталась А вот относительно мошки Общепринятое мнение оказалось мифом Самой большой мошкой, которую нам довелось встретить Оказался дельтаплан Совсем безобидный для человека В результате смелого эксперимента Поставленного на самих себе Делаем ответственное заявление Дельте реки Волга В июне месяце мошки нет На резонный же вопрос А что есть? Отвечаем Есть огромное количество моряка Греющегося под теплым солнышком в верхних слоях воды Есть изрядное количество насекомых Которыми мы любуемся, а рыба питается Есть буйно растущий и свежий еще лотос Вот-вот готовый зацвести Есть чилин водяной орех, который можно есть Есть деревья, пускающие корни, дабы испить большой воды Есть вода, поливающая траву в рыболовном отеле Дельтара Есть сам отель Дельтара, готовый принять гостей даже в это непопулярное время Есть и сами гости, то есть мы, авантюрно смелые и приехавшие либо развенчать очередной миф, либо доказательно подтвердить полную достоверность содержащейся в этом мифе информации И если с половодием все понятно и развенчивать здесь нечего Факты, как говорится, налицо То вот с клевым рыбой в июне предстоит детально разобраться Попробуем привлечь точные науки Например, физику При увеличении объема воды фиксированное количество взвешенных вне объектов Так физики назвали бы рыбой Распределиться в этом объеме существенно затрудняет для рыболовов процесс поиска этих самых объектов Отсюда и поговорка «Июнь на рыбу плюнь» Замечено, что рыбакам свойственна привычка метко плевать на червяка А вот в июне им приходится плевать на рыбу Но не в прямом, а в переносном смысле Попасть плевком в рыбу вообще чертовски сложно А в июне, особенно в средней полосе, практически невозможно Но это в средней полосе А в дельте Волги другое дело Нет, законы физики никто не отменял Воды здесь в июне больше, чем обычные А рыбы примерно столько же Но вот найти ее не только можно, но и достаточно легко Помогают рыбоядные пернаты Они шумно концентрируются рядом с рыбной столовой Которая для них является своеобразным рестораном Тем, кто видит подобное зрелище впервые Поясним суть происходящего В хорошо прогретой, спокойной воде Суетится огромное количество мелкоорганизмов Которые привлекают своими питательными качествами Не меньшее количество мальков разных рыб Которые не прочь набрать вес за счет братьев меньших Суетня мальков, в свою очередь, привлекает молодых щурят Которые, как известно, вылупляются из икры несколько раньше остальных рыб Ровно с тем, чтобы к июне вырасти до размеров Позволяющих мальков всех остальных рыб считать не сверстниками И те, и другие, в указанной выше концентрации Представляют собой шведский стол для окуней более старшего поколения Да и прочих хищников Этакая многопрофильная рыбья столовая Где все последовательно уничтожается соответствующими едоками Она у рыболову предоставляет возможность таскать оттуда лакомые кусочки Стабильность работы рыбьего общепита была проверена нами неоднократно И не для того, чтобы поставить рекорд результативности при поимке рыб разной величины В оговоренный промежуток времени А просто так, для статистики В трех случаях из трех работа столовой дала положительный результат Что позволяет нам экстраполировать полученные данные на весь исследуемый период времени Ничуть не сомневаясь в их объективности А те, кто сомневаются, могут сами поучаствовать в подобном эксперименте Но уже в следующем июне И попробовать либо опровергнуть, либо подтвердить наши собственные выводы Позволю себе их огласить Если для большинства регионов страны поговорка «июнь на рыбу плюнь» является верной в переносном смысле То для дельты волки она является верной в прямом Хотя уважающие себя рыболовы поступают с рыбой иначе В рыболовных сутках всего 24 часа Как и в сутках всех остальных людей, населяющих одну из планет Солнечной системы Но вот распределяются эти часы не совсем привычным для обычного человека образом Вот примерный график активного рыболова во время продуктивной экспедиции Подъем в 3.30 утра или в половине четвертого, кому как повезет Завтрак с собой и отъезд на рыбалку в 3.45 или без 15.04, если хотите До 12 дня, а иногда и до полудня, лов рыбы В некоторых случаях период рыбалки может продлиться на неопределенный срок Например, в случае плохой погоды Имеется в виду, конечно, не шторм или ураган А то, что принято считать погодой неважнецкой Небо затянуто паспортными облачками, дует ненужный ветерок и накрабывает мелкий дождик Рыболовы это в кайф Потому что находиться на каспийских раскатах при ясной погоде Под, ну, очень теплыми лучами, висящего в зените Астраханского солнца Удовольствие не только сомнительное, но и достаточно опасное Да и рыба в плохую, в кавычках, погоду Клюет, как правило, значительно лучше В ясную и солнечную погоду лучше уезжать с раскатов пораньше До жары Иногда сделать это крайне тяжело Даже практически невозможно Ведь рыба берет одна лучше другой И каждая всем своим видом показывает Ну, останься со мной еще хоть на часок Делать этого не стоит По вышеуказанным причинам Но вернемся к распорядку дня С 12 до часу Или с полуни до 13 часов Обед Разумеется, в случае плохой погоды Но хорошей для рыбового Они обедают прямо в водках И не тем, что удалось поймать А тем, что им заботливо завернули с собой С часу дня и до 4 А если по-военному То с 13.00 и до 16.00 Тихий час С точки зрения чистой математики Выражение «тихий час» Применительно к означенному промежутку времени Подходит не совсем Согласите, что с часу до 4 Проходит минимум 3 полноценных астрономических часа Но математика бытовая легко мерится С подобной недочностью в терминологии И все прекрасно понимают О чем, собственно, идет речь К распорядку дня придется вернуться Несколько позже А сейчас внимательно рассмотрим Случай, происшедший с 9 до 10 утра Для тех, кто не успел рассмотреть Повторяем С 9 до 10 утра Именно в это время Был зафиксированный рекорд Патологической жадности В коей была увлечена щука Которая сначала нагло пыталась Уворовать сидящую на крючке красноперку А потом, как ни в чем не бывало Уцепилась за блесну Каковую уже не отпустила Трудно объяснить Чем было вызвано Такое откровенно беспардонное поведение Зубастой хищницы Это скорее вопрос к кофтеологу А может быть Это была не одна и та же щука Вот это уже вопрос к рыбакам Вообще в поведении щуки Много загадочного Неизведанного И, мягко сказать, фантастического Трудно ведь поверить в то Что изрядных размеров щука Без видимых усилий Запрыгнула в нестроганное ведро Кемели Да к тому же зимой Используя незначительное отверстие во льду А ведь было же Рыбаки врать не будут А тут безо всякого льда Не то, что ведро А и самыми, что ни на есть Фирменными и дорогими снастями Так намашешься, пока она клюнет Что впору всерьез усомнится В достоерности изложенного в сказке Фактического материала Не каждая щука волшебная Не каждая рыбка золотая И не всякая молвит человеческим голосом Отпусти меня И я исполню любые твои три желания Похоже, знают рыбы Что у рыболова только одно желание Поймать достойный экземпляр И сфотографироваться с ним на память А уж отпускать или не отпускать Зависит от самого рыбака А не от рыбьего волшебства Но вернемся к распорядку дня И так тихий час Что грезится рыболову В скоротечные минуты чуткого раздумия Из трех ответов правильный один Рыба Историческое разделение труда Привело к тому, что земледельцы и скотоводы Отделились от охотников и рыболовов Потом земледельцы Отъединились от скотоводов А охотники отделились от рыболовов И когда охотникам хотелось половить рыбу То они просто на время Присоединялись к одному из рыболовных племен Дальше все пошло по пути еще более узкой специализации В результате которой появилось Немногочисленное племя Которое именно охотится на рыбу Заново приобретя для этого Навык дышать под водой Присущий только нашим очень далеким пращурам Члены племени отличаются умением Легко перемещаться в толщу воды Прекрасно понимают человеческую речь И похоже слышат, о чем разговаривают рыбы Большую часть жизни они проводят на суше И отличить их от обычных людей практически невозможно Они также одеваются, спят, едят И ходят на работу, как и мы с вами Но временами их непреодолимо тянет под воду И тогда они одеваются, спят, едят и ходят на работу Совсем по-другому Совсем не так, как мы с вами До тех пор, пока под водой не окажутся А оказавшись под водой Они ведут себя ровно так, как и положено настоящим охотникам Читают следы, тропят добычу Сидят в засаде, долго целятся Метко стреляют Бывают, что и промахиваются А бывают, что и не стреляют вовсе Рыба же тоже бывает такой, что и стрелять не хочется Либо по причине выдающейся красоты Либо по причине выдающегося размера Другими словами, бывают не пустые А бывают удачные Иногда очень удачные В такие дни любой охотник Будь то сухопутный, будь то подводный Совсем не прочь похвалиться добытыми трофеями А заодно и правдиво рассказать о том Какое здоровенное нечто Как ушло На какое здоровенное нечто Просто рука не поднялась И как много там всего того Чего мы никогда и не видели Приходится верить Доказательства вот они По оперативной информации Племя подводных охотников Не закрытая организация И любой сильно желающий Может к ним присоединиться Качественные ружья на базе есть Но будьте готовы к тому Что временами придется одеваться Спать, есть и ходить на работу Не как все А как представитель пока не многочисленного племени Что же касается более многочисленных охотников сухопутных То количество пернатых трофеев Которые они добывают в этих местах В разрешенный сезон Не только сравнимо Но и превосходит количество трофеев подводных Хотите верьте, хотите нет Ведь при глобальном подходе К проблеме разделения человечества Становится понятно Что существует только два больших племени Верящих и сомневающихся И каждый для себя сам решает Которому из них он принадлежит Мы в этот интимный процесс Никоим образом не вмешиваемся И умываем руки Вернемся к распорядку дня Вечер или период времени До, во время и после захода солнца Отдается в свободное распоряжение Самому рыболову Дабы не ущемить его права И права, находящихся рядом с ним Разрешено все, что не запрещено Без каких-либо серьезных ограничений А поскольку на вечернюю рыбалку Тоже никаких запретов нет То многие ровно этим и пользуются Предпочитая неторопливую рыбалку По холодку Всем остальным Видам активного и пассивного отдыха Откликается на предложение Поучаствовать в вечерней рыбалке И жерех В рыболовной табеле о рангах Он занимает почетную строчку Без компромиссного бойца Который, в отличие от абсолютного большинства Всех остальных рыб Не боится визуально проявить Своё местонахождение Громкими всплесками Если точно прицелиться И вовремя положить в лесну Точно в расходящиеся круги То вероятность поклевки Многократно увеличивается Вывод сделан На основании обработки Больших массивных статистических данных Если же прицелиться не точно И плюхнуть в лесной абы куда Вероятность поклевки Все же существует Но, пользуясь языком математических абстракций Стремиться к нулю Эта важная информация Рекомендована к запоминанию для всех Кто готов к вечерней охоте на жереха На призового жереха Для успешной охоты Необходимо выбрать неширокую протоку С большим количеством нанесающих над водой деревьев Стараться не шуметь Или шуметь так Чтобы это было привлекательно для рыбы Точно забрасывать в лесну под ветки Дать некоторую паузу Чтобы она опустилась И начать проводку В момент удара Коротко и уверенно подсечь рыбину Не давая ни малейшей слабины лески Со всей осторожностью подвести рыбу к лодке И аккуратно взять подсач Освободить рыбу от крючков Красивым движением Выбросить за борт ненужную блесну Надежно посадить рыбу На прочный кукан И показать всем Вес трофея Вот завидная судьба Охотника за жерехами Что же касается судьбы Самого жереха То она и так всем известна Время с 12 до 3 Или с полуночи до полуподъема В рыболовном распорядке дня Отведено стратегическому планированию И тактико-технической подготовки Особое значение в этом мероприятии Имеет мастерство рассказчика То есть докладчика От того, насколько точен И метафоричен его язык Во многом зависит Качество усвоения Докладываемого материала Даже о таких обыденных вещах Как работа Воблера или Попера Можно рассказать так образно И захватывающе Что воображаемый садок Реальных слушателей Так и ломится От нереального количества Непойманных рыб Волшебная ночь А когда же спать, спросите вы Да разве это не сон Когда многокилограммовые щуки Одна за другой Атакуют ваш любимый Воблер И вы, стараясь спасти его Хотите выдернуть друга Из зубастых постей на тщетную Щуки пытаются уйти на глубину И приходится вовсю напрягать Мышцы спиннинга и мускулы катушки Чтобы не дать им этого сделать Борьба продолжается неприлично долго Но вы выходите победителем Воблер спасен, а щуки повержены Это же песни Песни эти хороши еще и тем Что заранее готовят рыболова К нештатным стрессовым ситуациям Заставляя их вовремя освободиться От избытка эмоциональной энергии Тогда в реальной обстановке Ум его будет холоден А движения быстры и отточены Волшебный восход начинающегося дня И легкий встречный ветерок До какой-то степени Редактируют ночные истории Снимая с них вызванную темнотой остроту И любимый воблер на солнце Выглядит почти неуязвимым Но как это часто бывает в триллерах История повторяется Правда дневной свет деловито сократил Количество щук до одной А вот все остальные детали Оставил без изменений Та же напряженная борьба И фоблер спасен Наглядный пример того Как важна ночная подготовка Без нее В этой ситуации Нетренированная сердечная мышца Легко могла бы дать обидный сбой Вне всякого сомнения Найдутся прагматики Которые предпочтут Красивой и романтической историей Банальное взвешивание пойманной рыбы Зато они заставляют человека проснуться Проснуться окончательно А бодрствующий рыболов В отличие от своего спящего собрата Строго мотивирован Исключительно на поимку рыбы А вовсе не на спасение блесен И сам факт поимки Для него столь же важен Как и размер пойманной рыбы Ведь если приманка действительно работает То дальше все в руках рыболова И зависит исключительно от умения Упорства И немного от везения Как правило Сбалансированное сочетание Всех этих качеств Приводит к положительному результату А дальше все как во сне Вплоть до мельчайших деталей И подробностей Только с правильным финалом Впрочем, смотрите сами Редактор субтитров А.Семкин Один вопрос так все-таки И остается невыясненным Та же это щука или не та Ни тщательный визуальный осмотр Ни контрольное взвешивание Точного ответа не дали Да, щука многокилограммовая И 6 килограммов это немало Но однозначно и убедительно Идентифицировать эту щуку с той самой По всей видимости Не удастся уже никогда Рыболовные принадлежности Острые женские язычки Иногда справедливо величают Мужской бижутерии Согласимся Их не может быть слишком много Ведь рыба в разных местах Разная А стало быть совсем не одинаково Относится Казалось бы Уловистым И проверенным насадкам В магазине отеля Дельтара Ассортимент подобран Исходя из успешного опыта Поимки любой рыбы На прилегающей акватории И этот опыт полезно использовать Особенно если в имеющемся арсенале Нет ничего похожего А вот на сама можно взять Снасти на прокат В средней полосе Это малопригодная вещь И есть не у всякого Квок тоже можно взять на прокат Но вот чтобы им успешно воспользоваться Нужна хорошая подготовка Можно ловить и без квока Предварительно проверив Глубины и холота Здесь особых знаний Не потребуется Слева показана плотность дна А справа глубина под лодкой Ставим лодку к берегу И бросаем наживку Ближе ко входу Или выходу из ямы А если над этой ямой Еще и кто-то клочит Результат не заставит себя ждать Звук квока Каким-то удивительным образом Провоцирует рыбу На пищевую активность Существует целый ряд Стройных теорий на этот счет Но единого мнения До сих пор нет Поэтому ограничимся Сухой констатацией Достоверного факта При использовании квока Сон берет наживку Намного лучше Чем без него Рыбалка Это не точная наука Поэтому нет никакой Необходимости Докапываться до истины В последней инстанции Пусть остаются Неразгаданные загадки И белые пятна Ведь для того Чтобы получить удовольствие Сегодняшних знаний Вполне хватает Хорошая погода Хороший улов Что еще нужно Хорошему рыболову Чтобы встретить Хороший вечер Только хорошая кухня Существует несколько рецептов Вкусного приготовления сама Готовых поспорить Между собой За пальму перенс Один из лучших На наш взгляд Такой Вы ловите Товарного сома Привозите его В отель И отдаете на кухню Сом сутки Маринуется в специях А на следующий вечер Аппетитно жарится На углях До полной готовности Издавая при этом Изысканный аромат Не позволяющий Сомневаться Во вкусовых Качествах блюда По нашему опыту Весь процесс Занимает тот самый Промежуток времени Что между Первой и второй К столу Подается В горячем виде Со специальным соусом Рецепт которого В отличие от рецепта Приготовления Сома вам Уже известного Держится В дорожайшем секрете Дальше следует Вполне объяснимое В этом случае Затишье Связанное с отсутствием Дополнительных Разговорных устройств Поскольку Основное Занято другим делом Ну А через паузу Можно и поговорить О том Что сом Действительно Очень хорош О том Что полным он был В июне О том Что вокруг Действительно Нет мышки И о том Что если взглянуть На все С высоты Птичьего полета Что мало Кому удается Кроме самих птиц То мы увидим Что в дельте Приветливо светят огни Вестеприимного отеля А выше По течению Волги Местные жители Спасают От назойливой мошки Домашний скот Зажигая На ночь Кизят И салон Всего Несколько десятков Километров И такая Ощутимая Разница Хотите Верьте Хотите Нет Но мы там Были